приветствую всех на своем канале меня зовут андрей ласкович компания гарант ремонт и сегодня вам расскажем как мы устанавливаем ванну все не так просто как казалось итак друзья первое что нам понадобится при установке ванны это рулетка и карандаш общепринятой нормы высота в ванны от часового пола у нас 65 сантиметров для монтажа ванны нам также потребуется пристенный профиль вот либо у d27 на 28 точно металл 06 уже мне подготовленные куски нарезаны две части мы кладем на торцы с одной с другой стороны и один профиль мы кладем по задней стенке ванна у нас будет метр 80 на 80 соответственно куски мы нарезаем чуть-чуть короче вот так как по лицевой части у нас будет экран соответственно торцевые у нас по 77 сантиметров и так от пола мы отмеряем 60 сантиметров делаем отметку вот здесь у нас отметка же есть по 2 ванной плитку можно не укладывать вот это всегда у нас по желанию заказчика но обычно плитка идет у нас очень дорогая и с небольшой экономии мы ее туда не укладывать нет смысла в этом у нас дальше делаем разметку ее лучше делать с помощью лазерного нивелира также нам обязательно нужно знать высоту борта ванной в данном случае у нас 35 миллиметров это нам нужно для того чтобы отметки наши чистовой будет сделать отметку вниз и рассчитать где у нас будет находиться профиль профиль мы берем прочтите стены на него у нас будет опираться борт ванны соответственно вот эту вот высоту от профиля до верха ванны мы вычитаем из нашей метки вот наши 35 миллиметров это у нас будет верх профиля и так за моей спиной уже уложена плитка соответственно это у нас будет верх ванны ванну мы будем загонять под плитку соответственно от верха от низа под низа плитки мы отмеряем 35 а лучше чуть больше сделать запас 38 миллиметров делаем отметку вот делаем это все по лазерному нивелиру и лучше сразу же с помощью карандаша сделать такую вот разбивочку себе так как если вы будете по лазеру потом прибивать профиль то профиль имеет свойство отражать лазерный луч и соответственно измерение ваше будет неправильной итак дальше по верху профиля мы выставляем верх профиля по нашим меткам вот и дальше берем перфоратор и присверлим его к стене не знаю будьте видом не будьте это еще не все итак первое что нужно обратить еще внимание при монтаже нашего профиля это на расположение водорозетки где будет располагаться наш смеситель так как нормальный сантехник располагают трубопровод строго вертикально вниз соответственно если мы крепим где-то около водопровода учитывая как у нас будет идти наши трубы и как в данном случае я между труб засверлю наш быстрый монтаж итак поскольку у нас наша ниша 1 метр 76 а ванна у нас почти метр восемьдесят соответственно нам не хватает порядка трех с половиной сантиметров чтобы вставить нашу ванну для того чтобы она у нас слезла мы делаем штробу в стене только с одной стороны так как с другой у нас идет водопровод и соответственно это придаст жесткость нашей установленной в ванне ну и поскольку по шине она нас 80 сантиметров начинать штробу мы будем от самого начала окна чтобы наша ванна заехала на наши направляющие окей ну теперь для дела осталось за мало еще не хватает погнали спорте следствия индивидуальной защиты у меня не казалось под рукой задача поставлена первая примерочка повезло ну вот друзья смотрим верх ванны у нас 59 с половиной сантиметров он может нас колебаться 59 61 это пределах у нас допуска норма 55-60 желательно все что выше уже составляет неудобство для комфортного забирания ванны и так после того как мы сделали нашу штробу для того чтобы ванна полноценно у нас там разместилась и после того как мы закрепили наш направляющий профиль вот я рекомендую и мы всегда так делаем для того чтобы борт стоял надежно вставлять вставлять профиль в профиль почему так потому что если бывает так что ванна заходит не полностью на профиль вот этот вот борт он у нас сгибается и соответственно наш борт ванны будет когда на него давить он будет деформировать этот профиль нагрузку у него вот и чтобы этого не получалось мы берем профиль наш и вставляем вовнутрь вот таким вот образом и тогда уже когда ванна будет на него опираться будет очень жестко друзья стало дело за малым сейчас нужно чтобы обеспылено мы не смачиваем водой и заодно сразу видим у нас стена из блока вот если есть где-то разрыв запениваем его и в наш сюда шов тоже укладываем пену для того чтобы когда мы установим ванну пена расширилась и заполнена там пустоты поскольку ванну мы устанавливаем без ножек устанавливаем ее обычно на блоки либо на полистирол вот нам нужно знать где разместить наши блоки под ванной соответственно для этого мы смотрим как у нас располагается сливное отверстие в данные ванны твилирой бог она у нас находится по центру соответственно от центра до края ванны мы замеряем расстояние и так откроя ванны до центра отверстия у нас примерно 55 сантиметров соответственно по центру этого расстояния мы будем располагать наш блок мы разметили уже где у нас будут располагаться блоки обеспилили нашу поверхность здесь у нас поверху гидроизоляции и лентой гидроизоляции под ванной проклеена. Берем наш плиточный клей и наносим на пол гребенка. Блок укладываем вплотную к стене, вот чтобы он не выступал сюда, так как у нас здесь будет в дальнейшем экран для ванны. Раздел для того, потому что у нас здесь по центру идет канализация наша, вот, и мы здесь по центру будем проводить нашу канализационную трубу и, естественно, если мы положим сплошной блок, то места у нас будет недостаточно и сделать это будет очень проблематично. Итак, друзья, мы уложили уже блоки на низ. Получилось так, что высота до ванны порядка 15 сантиметров, блок у нас десятка и для того, чтобы компенсировать вот эту вот высоту, мы взяли нарезанные остатки плитки, наложили их на клей друг на друга и тем самым компенсировали высоту, которой нам не хватало. Как это будет выглядеть там, это абсолютно не важно. Можно брать даже там какие-то самые безобразные куски, не обязательно нарезать ровно, так как они у нас выполняют функцию несущую, скажем так, для того, чтобы ванна у нас не прогибалась. Только вот эту. Итак, друзья, видим, что ванна по периметру у нас везде опирается на наш профиль, который жестко у нас зафиксирован. Соответственно, борт уже у нас не прогнется. Вот. Здесь мы оставили маленький зазорчик под силикон. По финишу мы это все дело пройдем герметиком санитарным, влагостойким. И тогда у нас будет все четко, красиво и практично. Итак, друзья, после того, как мы установили нашу ванну, установили ее на блоки, компенсировали высоту, которой нам не хватало, мы установили ее на плиточный клей. Делаем мы так периодически. Вот. Данный способ мне нравится. У меня дома установили точно так же. И я уже пользуюсь очень давно. Все очень хорошо. И после того, как мы поставили ее на плиточный клей, пригружаем ее грузом. В данном случае у нас 120 кг. 6 ведер стоит. И оставляем так на сутки. Друзья, я надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это на самом деле так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и следите за выходом новых роликов, потому что это был только один этап в ремонте. А мы покажем вам еще очень много. Не переключайтесь.